Сегодня волшебный день. Паша только что получил от родителей 129 рублей на очередную инди-игру. Но Паше надоели инди-игры. Он мечтает о GTA V. Что делать? Конечно же, открыть пак на Magic Pack. И получить целых пять крутых игр всего за 129 рублей. Только здесь ты имеешь реальный шанс на получение заветной игры. Тут каждый пользователь окупается в несколько раз. Гарантируем. Magic Pack. Ссылка в описании. Система создания персонажа под названием Special сопровождает игрока на протяжении всех времен развития серии. Разработанная еще в 1996 году специально для первого Fallout, но никак не потерявшая свою уникальность и по сей день. Какова история ее разработки и было ли это так легко, как может показаться на первый взгляд? Сейчас я предлагаю тебе как можно лучше разобраться в этом вопросе. Сотрудники Interplay на протяжении всей разработки Fallout постоянно сталкивались с разного рода проблемами. Одной из таких стала проблема в выборе системы для создания персонажа. Изначально планировалось использовать сеттинг настольной ролевой игры Advanced Dungeons & Dragons, но, к сожалению, на нее у компании не было лицензии. Тогда было принято решение использовать универсальную систему ролевых игр GURPS. И все было бы хорошо, если бы не один инцидент. Interplay создали интро-ролик, в котором солдат США, облаченный в энергодоспехи, расстреливает канадского военного преступника. Этот ролик совсем не понравился авторам GURPS, и посчитав, что Fallout излишне жесток, они отказались предоставлять свою систему для создания персонажа ребятам из Interplay. Выбора у последних не осталось, и поэтому буквально на коленке им пришлось создавать собственную систему генерации. Именно так и появилась всем известная Special, безоговорочно ставшая неотъемлемой частью вселенной Fallout. Механизм игровой системы основан на четырех ключевых понятиях. Основные параметры персонажа, назначаемые ему при создании. Они могут изменяться с увеличением уровня, употребленными препаратами, надетой одеждой и некоторыми способностями. Из начальных букв этих характеристик и формируется аббревиатура Special. Характеристики, вытекающие из семи основных, выражаются в виде сопротивления различным видам урона, яду, радиации, а также реакции и точности в режиме Wets. Навыки отражают процентную вероятность персонажа выполнить какую-либо задачу. К примеру, навык взлома замков. Чем он больше, тем выше шанс отворить закрытую дверь. Изначально навыки определяются по формулам, зависящим от начальных атрибутов, но впоследствии могут быть повышены очками навыков. Способности и особенности. Это возможности персонажа поменять правила игры в свою пользу. Они могут иметь как чистые плюсы, так и дополнительные прилагающиеся минусы. Поэтому иногда игроку приходится чем-то жертвовать в пользу получения другого. Например, особенность клаустрофобия. Она прибавляет плюс один ко всем параметрам Special во время нахождения игрока на улице, но при этом отнимает по единице при входе в помещение. В классических играх серии, а именно в первом и частично втором Fallout, эта система была крайне суровой. От нее зависело почти все прохождение. Каждый параметр был по-своему важен. Он предопределял, как игрок будет вести себя при взаимодействии с окружающим миром. Начиная от обычных разговоров с NPC, на которые влияет харизма, заканчивая результатом начатой битвы, который зависел от показателя силы. Именно этот параметр предопределял успешность владения оружием в первых двух классических частях и вновь был возвращен в Fallout New Vegas. Если сила персонажа ниже требуемого значения для выбранного вооружения, он будет получать ощутимый штраф при его использовании. Минус 20% шанс попадания за каждое недостающее очко силы. Также крайне забавно обстояла ситуация с распределением пунктов интеллекта. Если игрок не уделял должного внимания этой характеристике, все его дальнейшее контактирование с большинством персонажей во время прохождения игры превращалось в имбицильную клоунаду. Тем не менее, в Fallout 2 акцентирование излишнего внимания на спешл стало не таким важным. Все по причине появления способности добавить характеристику. Она позволяла увеличить выбранную основную характеристику персонажа на один пункт. При этом каждая характеристика может быть увеличена только один раз и только до максимума в 10 пунктов. С приходом Fallout 3 ситуация изменилась еще более радикально. Систему сделали более гибкой и упрощенной. Способность добавить характеристику сменили на интенсивную тренировку, по сути ослабив всю хардкорность выбора. Теперь можно было аж 10 раз прокачать необходимый пункт спешл по единице за раз. Хотя новая часть серии и не особо нуждалась в добавлении этой способности как таковой вообще. Но это уже бесконечное размусоливание над теми потому-то почему-то в Fallout 3 вышел таким, какой он есть. Та же ситуация произошла и с Fallout New Vegas. Хоть и при этом, в Вегасе эта способность представляет куда больше в полезности в практическом применении. На пустошах Мохава присутствует огромное количество возможных собеседников. Варианты исхода диалога с которыми иногда напрямую зависят от прокачанных характеристик. К тому же, как было сказано мной ранее, в Вегасе вернулся изначальный смысл пункта силы. Оружие, как и в первых двух классических частях, начало требовать определенное количество пунктов силы. Хоть это и не критично влияет на геймплей в условиях отсутствия пошаговости. В Fallout 4 ситуация стала еще проще. Все это по причине неправильно работающего скрипта. Во всех играх серии потолок для очков характеристики равнялся 10 пунктам. Но не в Fallout 4. В четверке появилась возможность поднять необходимую для игрока характеристику куда выше 10 пунктов. Что создает еще больший комфорт при прохождении игры. Ну и как самый главный факт упрощения, это полное отсутствие вариантов выбора развития диалога с использованием тех или иных характеристик. Отказ от уже готовых вариантов заставил сотрудников компании Interplay придумать свою собственную уникальную систему создания персонажа. Которая хоть и была написана буквально на коленке, но при этом стала невероятным прорывом в жанре RPG. Это в очередной раз доказывает тот факт, что не все, во что было вложено чудовищно много времени, обретает невероятный успех. Порой что-то гениальное оказывается очень простым, при этом не теряя своей уникальности и практичности. Субтитры создавал DimaTorzok